Главный экспонат. Найдем то, ради чего стоит посетить музей. Категория 12+. Темнота трактира. Она словно выталкивает нам навстречу своих посетителей, азартных игроков. Сначала кажется, что их только двое. Вот воин в блестящих латах нервно поджал губы и недоверчиво смотрит на соперника, который делает ход. Заметно, что тот, с кем он играет, знатный господин. Его выдают богатые одежды, изящный берет с огромным пером и золотой вышивкой, дорогая ткань блузы и переброшенная через плечо накидка. По лукавому взгляду мужчина становится ясно, что он обманщик, а сидящий напротив его жертва. Я делаю два шага назад, и из темноты проступает еще один персонаж. Задумчивый мужчина в скромной коричневой одежде. Он поддерживает подбородок и наблюдает за игрой. Наверное, он и был зазывалый, а теперь мысленно считает, сколько же ему достанется. Четвертый стул остается вакантным, словно художник приглашает нас присоединиться к игре. Это все о картине Маттия Претти «Игра в кости». Она одна из главных драгоценностей Ростовского областного музея изобразительных искусств. Особенность картины в том, что изображение перемещается вместе со зрителем. Каким образом это происходит, объясняет сотрудник музея Лариса Гордеева. Работа привлекает внимание всех наших зрителей, наших посетителей. Она требует пристального внимания, она требует поиска правильного ракурса. Потому что если мы попытаемся двигаться возле картины, играть с ракурсами, то картина тоже начинает с нами играть. Мы видим, как фигуры выдвигаются в пространство зрителя, а картина оживает. Вот тот эффект, который мы наблюдаем в этой картине, сейчас бы, наверное, назвали эффектом 3D-формата. Претти – итальянский художник 17 века. Он был последователем Микеланджело де Караваджо. Для караваджистов стал традиционным прием светотени. Маттия Претти его мастерски использует в своей картине «Игра в кости», заставляя латы блестеть, а одежды становятся воздушными и объемными. Интересно то, как появилась эта картина в музее. В правом нижнем углу холста число 995. Это старый инвентарный номер Эрмитажа. Оказывается, «Игра в кости» хранилась именно там. Ее приобрела еще Екатерина II в далеком 1772 году. Долгое время эта картина хранилась в Эрмитаже, и лишь в 50-е годы XX века она была передана в Музей изобразительных искусств имени Пушкина, а затем в наш музей. Но 50-е, 60-е годы XX века – это период, когда в нашей стране шел процесс нового формирования музейных коллекций. Музейный фонд страны занимался восстановлением коллекций провинциальных музеев, которые пострадали в годы Великой Отечественной войны. Наш музей тоже утерял значительную часть коллекции, хотя кое-что вернулось после эвакуации, но были и потери. И вот одной из работ, которая была нам передана через Музейный фонд страны, была работа тогда еще неизвестного автора. Кстати говоря, в Эрмитаже экспонируется парная картина «Игры в кости». На ней тоже изображена игра, но только на музыкальных инструментах. Холст называется «Концерт» и имеет инвентарный номер 994. По аналогии с этой картиной, в 1971 году хранитель итальянской живописи в Эрмитаже Светлана Всеволжская установила, что автором «Игры в кости» является именно Маттия Претти.